С вами сфера интересов на Беларусь-1 и Беларусь-24. Говорим о заметных событиях в экономике. В студии Андрей Лаптенок. Добрый вечер. В начале к валютному рынку. Напомню, накануне глава государства принимал с квартальным отчетом правительства. По словам премьера Андрея Кобякова, который докладывал, по итогам первого квартала многие параметры не были выполнены. Однако резервы для экономического роста есть. Ситуация в экономике остается сложной, но управляемой. В частности, глава правительства напомнил о колебаниях курса белорусского рубля в первом квартале и акцентировал внимание, что эта ситуация не вызвала всплеска дополнительного спроса на иностранную валюту. Один из важнейших элементов декларизации заключается в том, что мы стали меньше обращать внимание на курс доллара, меньше мерить этой импортной единицей свои успехи и неудачи, а в большей степени должны ориентироваться на собственные силы, на собственную экономику. Что касается курса, то надо отдать должное и Насбанку, и правительству, что был сделан шаг в сторону плавающего курса. Сегодня хоть есть четкое видение синхронной зависимости белорусской валюты от российского рубля и стоимости нефти. С момента резкого ослабления и до сегодняшнего дня рубль как проседал почти до 23 тысяч за доллар, так и восстанавливался до 20 тысяч. Так что абсолютное отражение всех мировых трендов. И все-таки, насколько прогнозируется дальнейшее укрепление рубля, возможно ли оно вообще и при каких условиях? Об этом спросим нашего гостя, руководителя официального партнера компании «Альпарим» в Минске Александра Сободина. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Вот первый вопрос про зависимость от российского рубля и нефти. Я сам подскажу, возможно, оптимистичный сценарий, а вы или согласитесь, или опровергнете. У нефти есть еще хорошие шансы на рост. Вот провал переговоров в Катаре, ну, на самом деле не провал, поскольку два пункта из трех выполнили, а восходящий тренд продолжится, поскольку все сейчас будут продавать ожидания уже нового предстоящего саммита ОПЕК в июне. Вот на новых ожиданиях будет укрепляться нефть, затем российский рубль, ну и потом белорусский рубль. Как вам такой вот сценарий? Рынок, возможно, уже нащупал дно относительно стоимости нефти, поэтому будем надеяться, что вот этот вот фактор не будет больше оказывать влияние на курс российского рубля, то есть уже дно рынка нащупано. Что касается курса белорусского рубля, то не будем забывать, что, конечно же, нам приятно, чтобы рубль оставался таким же стабильным, это приятно всем, участникам рынка и бизнесменам, которые могут хоть прогнозировать свой бизнес. Но, в принципе, наша страна все-таки это малая страна, малая экономика открытого типа, и с точки зрения экспорта выгодно, чтобы все-таки белорусский рубль не укреплялся относительно наших ключевых, относительно валют наших ключевых партнеров, таких как, например, Россия. Хорошо, но, тем не менее, вот при укреплении к доллару белорусский рубль слабеет к российскому. Почему несинхронно двигаются рубли, как вы считаете? Если стоимость валютной корзины не меняется при этом, то это вполне нормальная ситуация, ведь в валютную корзину входят три валюты, это российский рубль, евро и доллар США. И, соответственно, если стоимость валютной корзины не изменилась по отношению к белорусской валюте, то вполне нормально, когда доллар падает относительно российского рубля, в то же время российский рубль укрепляется относительно белорусского. Хорошо, Александр, ну и так резюмируя, каковы шансы рубля белорусского на укрепление дальнейшее? Как мы уже видим, практика показывает, что белорусский рубль, как и российский рубль, очень сильно коррелирует с динамикой стоимости нефти. В общем-то, рынок нефти сейчас труднопрогнозируемый в долгосрочном плане, поэтому очень много зависит от этого фактора. Но если мы не увидим больших скачков нефти, то вполне можно ожидать, что белорусский рубль останется в коридоре 20-22 тысячи рублей за один доллар. Спасибо. Вместе с Александром Сободиным, руководителем официального партнера компании «Альпари» в Минске, говорили о возможном укреплении белорусской валюты. Спасибо.